Дамы и господа, глобальный климатический кризис угрожает десятилетиям прогресса, ставит под угрозу огромное будущее человечества и уязвимых стран. Растущие разногласия в международных отношениях не должны отвлекать нас от необходимости решать проблему изменения климата, величайшего международного вызова столетия. Того, что было сделано до сих пор, недостаточно, чтобы ограничить повышение температуры полутораградусами по Цельсию. Ради будущего настало время для срочных, согласованных последовательных усилий по осуществлению наших обязательств в отношении глобального видения устойчивого развития. В ноябре 2024 года Азербайджан примет 29-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Руководствуясь призывом солидарности во имя зеленого мира, Азербайджан приложит всяческие усилия, чтобы налить связи между разными развивающимися странами и укрепить дух сотрудничества для решения климатических проблем как общего обязательства и морального долга. Доверие, оказанное нам международным сообществом в качестве принимающей стороны и председателя КС-29 в этом году, является свидетельством и признанием готовности Азербайджана возглавить климатическую повестку и внести вклад в глобальные климатические действия. Так как новый председатель Азербайджан подтверждает свою приверженность к проведению КС-29 прозрачно, беспристрастно, инклюзивно и с учетом интересов сторон. Мы представили наше видение, основанное на двух столпах, направленных на усиление амбиции и создание условий для действий. Финансирование климата станет главным приоритетом в этом году. Эти столпы взаимы усиливают друг друга. Прогресс на каждом из них посылает сигнал, поддерживающий другое. Главным ожиданием от председательства КС-29 является достижение соглашения по справедливой, амбициозной, новой коллективной количественной цели. В области финансирования климата это будет первая крупная цель в области финансирования климата после принятия Парижского соглашения. И мы неустанно работаем над тем, чтобы поддержать стороны в достижении соглашения. Председательство КС-29 дал понять, что согласование с приоритетом амбициозной НККЦ является адекватной срочностью и масштабной направленности, а также учитывает потребности и приоритет от развивающихся стран и позволит доказать приверженность Парижскому соглашению. Нужно работать конструктивно над НККЦ и направлять этот процесс к успешному результату на КС-29. Председательство КС-29 также работает со сторонами над достижением результатов по углеродным рынкам в этом году. Полноценное функционирование углеродных рынков станет значительным шагом в реализации национальных установленных вкладов с минимальными затратами и повысит амбиции в области предотвращения изменения климата. Кроме того, мы выдвинули 14 инициатив, охватывающих такие темы, как связь между действием в области климата и цельным областью устойчивого развития, зелеными энергетическими зонами и коридорами, хранением энергии, обеспечивающую устойчивость к изменению климата, сельское хозяйство, чистый водород, снижение уровня метана из органических отходов, зеленые цифровые действия и другое. Одна из инициатив в рамках поиски КС-29 включает в себя создание фонда действий по финансированию климата, инновационного источника финансирования климата, который будет добровольно поддерживаться странами и компаниями, производящими ископаемое топливо. КС-29 также предоставит возможность отложить разногласия в сторону и внести вклад в глобальный мир климатического поиска дня. Учитывая пересечение конфликтов и все более сложного климатического кризиса, Азербайджан выступил с флагманской инициативой перемирия на КС-29, которая была включена в совместный торжественный призыв, объявленный несколько дней назад. Более тысячи НПО, религиозных лидеров и видных деятелей, а также многие стороны уже присоединились к этому призыву. Призываем всех преодолеть политические разногласия, сплотиться и соблюдать перемирие в течение месяца работы КС-29.